Всем привет! С вами канал Красота из мелочей и в этом ролике поговорим о пленочном воске. Но воск будет не в привычном формате. Что это значит? Смотрите далее. Привычно мы используем воск в гранулах. Они разного цвета, размера и формы. Такой воск одинаковых плавления, так как вес плюс-минус похожий. Плавление занимает пару-тройку минут, в зависимости от общего объема воска. Среди гранул это самый большой вид воска у меня. А как вам такой формат? Шоколадка и риска. Это брикет, так называемый кусковой пленочный воск. И сразу такой объем. По использованию он абсолютно такой же, а вот в сравнении по размеру... Как его плавить? Да так же, как и гранулы. Конечно, можно расколоть этот кусок, но я не стану. И я засеку для вас, сколько же времени займет плавление такого куска. Включаем воскоплав на максимум. Неважно, есть ли у вас температурный режим. Просто на максимум. В таком случае водяная баня точно не справится. Даже можно не пробовать. А вот на плите очень даже возможно. Кто еще не видел мой ролик об этом, смотрите. Я кидаю брикет и закрываю крышкой. И будем ожидать. Итак, прошло первые 30 секунд. Давайте проверим, что у нас происходит. А реакции-то нет никакой. Воск даже чуть-чуть не подплавился. Конечно, 30 секунд это совсем мало, поэтому закрываем крышкой и ждем снова. А пока воск плавится, давайте я вам покажу разницу в граммах. Ноль на весах, кладем брикет, 49 грамм. Конечно, такие брикеты не будут ровно одинаковыми. Плюс-минус несколько грамм все равно их будет отличать. Теперь для наглядности возьму кучку, произвольную кучку гранулированного воска. Объем вроде приличный, а всего почти 9 грамм. Давайте вспомним о том, что у нас воск плавится и посмотрим, что же у нас происходит через минуту. Брикет наш стал подтаивать, но совсем немножко. Уже видно, что процесс пошел. Подтаивание снизу началось активное. Я чуть ускорю время для вас, но чистое время плавления я обязательно в конце озвучу. Оставляем воск, дальше плавится. Обязательно закрываем крышкой, иначе процесс будет более длительным. Ну что же, прошло еще столько же времени, то есть полторы минуты. И что же у нас здесь происходит? Воск еще более активно начал таять, и такая масса получается. Правда, похоже на ириску. Конечно, в этот момент можно перевернуть кусок, и, возможно, плавление будет более быстрым. Но я хочу чистый эксперимент, то есть оставить все как есть. Снова закрываем все крышкой и ждем. Итак, прошло еще полторы минуты, и вот что у нас получается. Прям очень активно растаял кусочек. Брикет практически исчез, осталась вот такая достаточно мягкая часть. Будем все-таки представлять, что это какая-нибудь шоколадка или ириска для поливания кексиков. Хотя запах, ну, я бы не сказала, что прям вкусный и сладкий. Ну вот, получается, при активном размешивании быстрее идет процесс, поэтому я немножко помешаю, чтобы чуть быстрее это все происходило. Хотя не исключаю, что под крышкой было бы тоже быстро. Теперь уже не нужно такой высокой температуры, можно сделать поменьше. Я поставлю на серединку. Брикет полностью растаял, но мы понимаем, что сейчас воск буквально водичкой. И такую массу просто опасно наносить на свое тело. Такая лава просто оставит не только вас без волос, но и без кожи. Будьте осторожны, пожалуйста. И что же делать? Конечно, нужно немножко воску дать остыть. Да, какой-то сюр. Сначала мы его до жидкого состояния расплавляем, а потом даем остыть. Но так оно получается. Нерасплавившийся воск мы не можем использовать, а такую лаву наносить тоже опасно. Вы можете проверить дееспособность и температуру воска, если у вас нет температурного режима на воскоплаве. Со шпателя воск не должен стекать водой, он должен быть тягучим, но не сильно загустевшим. Ну что, делаем выводы. Такой брикет в 49 грамм у меня расплавился за почти 5 минут. Я думаю, при том, чтобы мы раскололи такой кусок, он быстрее бы расплавился. Интересно, что такой кусковой воск стоит одинаково в такой же пропорции, то есть килограммовая упаковка воска, как и в гранулах. Возможно, это удобнее, чем россыпь гранул воска или все же неудобство. Я очень жду вас в комментариях. Напишите, пожалуйста, каким пленочным воском пользуетесь вы. При этом подпишите мастер вы или сами себе делаете депиляцию. Заглядывайте в описание под видео.